Здравствуйте, дорогие зрители моего канала! Это видео будет немножечко странным, возможно, необычным, потому что у меня сегодня в голову пришла безумная идея, потом я подумала, что, может быть, не такая уж она и безумная. Парочка, троечка, десяточек странных способов, как достать все, что угодно. То есть я подумала, я поиспользовала свою фантазию, я поиспользовала какие-то свои когнитивные способности, взглянула на проблему с разных углов и выдала несколько странных, необычных способов достать разные вещи. Но поскольку все, что угодно, это довольно абстрактно, то давайте возьмем какой-нибудь нормальный, обычный пример из реальной жизни, например, гитару. Итак, как можно достать, например, гитару? Первое, что приходит в голову, это стандартные способы, типа купить, арендовать, получить подарок. И на этом, собственно, обычные люди и ограничиваются. Но давайте немножечко сойдем с ума, обезумием и придумаем еще десяточек других способов, как его можно достать. Поехали! Ну, если мы включаем наше воображение, то, во-первых, гитару можно украсть. Можно напасть на человека, поющего в переходе, отнять гитару и убежать. Можно напасть на бедного несчастного ботаника, третьеклассника или четвероклассника, который идет в музыкалку и который вряд ли сможет вам сильно сопротивляться. Фу, какая я мерзкая! Но мы фантазируем. Можно сделать гитару. Вот эти вот сложные технологии, которые сейчас используются для создания гитар, они далеко не всегда были именно такими. Про-про-про-версии гитар были еще в большой древности. И они совершенно точно делали это каким-то другим способом. Возможно, надо подумать, из чего можно их сделать. Потому что, серьезно, в интернете есть миллион способов, как можно сделать гитару буквально из чего угодно. Конечно, будет жуткая, наверное, эргономика, жуткий звук. Но, тем не менее, теоретически это возможно. Также есть еще один такой не очень известный, но очень мемасный вид рок-музыки. Называется джен. Суть его такая вот, то, над чем все смеются, это желание сделать еще более низкие, еще более низкие ноты. Я как-то раз нашла видео, где парень взял гитару с одной струной, снял обычную струну с нее, нашел самую толстую струну, а самая толстая струна, это самая низкая. И надел на эту гитару, снизил эту струну еще на две октавы вниз и сыграл вот такой вот дикий джент на одной струне, на этой гитаре. Но мы можем пойти еще дальше. Раз уж мы сами делаем гитару, то мы можем взять какую-нибудь деревяшку, взять какой-нибудь камерет лифта и устроить вообще дикий джент. То есть это будет дикий экстремальный вариант. Но почему бы и нет? Если нам нужны очень-очень толстые струны, то камерет лифта, наверное, будет таким наиболее экстремальным способом сделать максимально... делать максимально дикий звук. Также гитара не обязательно должна по-настоящему находиться у вас. То есть наличие этой гитары можно создать иллюзию у других людей. Можно взять какой-нибудь другой предмет и использовать гипноз или силу убеждения и убедить людей в том, что это гитара. Все, это гитара, и меня не волнует, это гитара. Можно соврать всем, что у тебя есть гитара. Можно приклеить себе гитару в фотошопе. Можно обмануть даже не только других людей, но и себя тоже. Можно использовать силу самоубеждения и внушить самому себе, что она у тебя есть. Кстати, кто сказал, что речь идет о настоящей гитаре? Можно купить мини-гитарку, и тогда у тебя тоже технически будет гитара. Также это плохой способ, но, тем не менее, можно убедить кого-нибудь в полной ничтожности их гитарных умений в том, что им не нужно больше никогда этим заниматься и забрать их гитару себе. Можно по-разному воспользоваться чужой собственностью. Можно работать в гитарном магазине и после закрытия тайно пользоваться их гитарами. Можно убедить кого-то, с кем вы живете, члены семьи или родственника, купить себе гитару и тайно или явно пользоваться их гитарой. Можно сыграть роль в фильме про музыку и тайно пользоваться их реквизитом. Можно ограбить музей старинных гитар или обычных гитар, или хард-дрок кафе. Можно похитить человека и потребовать выкуп в виде гитары. Это будет очень оригинально и точно сделает все новости. Наконец, можно совершить революцию. Можно включить право на гитару, список основных прав людей и устроить программу социальной помощи бедным неимущим людям без гитар. И получить одну таким способом. Можно устроиться на работу в музыкальный клуб, дождаться пока члены какой-нибудь рок-группы в приступе ипотажа разобьют все свои гитары, собрать осколки и склеить их. Звучит безумно? Да, собственно, ровно для этого я это и делала. Я придумала самые безумные варианты. Потому что дело, собственно говоря, не в гитаре. И даже не в какой-то другой абстрактной вещи, которую вы хотите получить. Дело в воображении, в фантазии, в способности. Что называется think outside the box. Потому что обычно, когда мы хотим что-то получить, будет это что-то материальное, как гитара или что-либо вообще другое. Или какие-то нематериальные вещи, с которыми тоже вот в этих вот безумных способах тоже можно провести аналогии. Мы обычно останавливаемся на парочке первых, наиболее очевидных в лоб решений и используем их. Если они не получаются, чаще всего мы говорим, ну, значит, не судьба, значит, не сложилось, значит, не надо нам этим заниматься. И забиваем на это. А это в корне неправильно. И, собственно, такой дикий полет фантазии, который как раз устроила сейчас вам я, может реально дать вам парочку интересных, внезапных взглядов на проблему. Углов, с которых вы вообще никогда на нее не смотрели. И, может быть, что-то из этого реально работает для вас. Не останавливайтесь на очевидном, думайте дальше, думайте шире, смотрите на проблему с разных углов и боритесь за то, что вам действительно интересно. Даже если вам кажется, что решение вашей проблемы в лоб не существует, если не существует прямого решения проблемы, то, скорее всего, есть какой-нибудь кривой, окольными закоулочками, кривыми дорожками, через лес, через овраг. Но, тем не менее, существующий путь. И вы должны его найти. Все. На этом у меня все на сегодня. Если вам нравится мой контент, такой немножечко безумный, странный, но, может быть, наталкивающий на какие-то мысли, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк, напишите комментарий, что вы думаете про этот безумный париот фантазии, про все эти способы, которые я вам, честно, выдумывала. И следите за обновлениями. Большое спасибо вам за просмотр. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok